Перед началом служения я хотел бы зачитать из Евангелия от Марка, с 10 главы, и зачитаю с 46 стиха. Приходит в Иерихон. И когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его умолчать, но он еще более стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, «Не бойся, вставай, зовет тебя!» Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил, «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему, «Учитель, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему, «Иди, вера твоя спасла тебя!» И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Слава Богу за такое чудо, которое сделал Иисус! Но на что бы хотелось бы обратить внимание? Друзья, с Иисусом шла целая толпа. Целая толпа людей, представляете? Даже если взять вот сегодня здесь собравшихся людей, скажите, много у кого есть нужд? Правда ведь много? Я думаю, у каждого, у каждого есть нужда. У каждого есть что-то, что хотелось бы, чтобы Бог поменял, чтобы Бог изменил, чтобы Бог исцелил. Друзья, целая толпа была рядом с Иисусом. Но один слепой, один слепой нашелся, который начал кричать, «Иисус, помилуй меня!» Иисус, спаси меня, исцели меня, Иисус! Его заставляют молчать, а он продолжает кричать, «Иисус, помоги! Мне нужна твоя помощь!» «Я хочу, чтобы ты помог мне, Иисус!» И мы видим, друзья, как Бог отвечает именно этому слепому. Слава нашему Господу! И мы много видим таких примеров из Евангелия, когда толпы были вокруг Иисуса, но единицы получали помощь, спасение, прощение и милость. Мы можем вспомнить историю про Захея. Мы можем вспомнить женщину, страдавшую кровотечением. Мы можем вспомнить и Аира, который пришел, потому что у него дочка была больна, ему нужна была помощь от Иисуса. Много людей вокруг, много людей приходит. Иисус живой на этом месте, много людей вокруг. Но кто получит исцеление, друзья? Большой вопрос. И я думаю, что здесь очень важно, это готовность сердца человека. Очень важно, чтобы сердце человека было в правильном состоянии. Чтобы сердце человека жаждало встречи с Богом. Чтобы оно не было равнодушным. Чтобы оно было в смирении, в умолении, в ожидании Господа, в жажде перед Ним. Господи, я хочу, чтобы Ты что-то сделал с моим сердцем. Я не хочу, чтобы это служение прошло мимо меня. Я не хочу остаться таким же, какой я пришел сюда. Сделай со мной что-нибудь. Измени меня. Помоги. Я нуждаюсь в Тебе. И мы видим, что если человек приходится с таким сердцем, с таким настроем, то Господь не остается равнодушным. Слава нашему Господу. Друзья, перед началом нашего служения, мне хотелось бы молиться и призывать Божие благословения на наши сердца. Друзья, чтобы нам прийти в правильное состояние. Чтобы в нашем сердце, да, давайте каждый заглянем в свое сердце. Может быть, мы равнодушны. Может быть, нам не так интересно, что сегодня будет. Может быть, мы как-то не думаем о том, что Бог будет на этом месте. Друзья, давайте каждый заглянем в свое сердце. И если мы видим, что что-то не так, где-то может быть гордость, где-то какое-то неправильное состояние, что-то сделали, друзья, мы будем каяться пред нашим Господом. Мы будем просить Его, чтобы наше сердце было в правильном состоянии пред Ним, чтобы Он изменил нас, чтобы Его приход сегодня на это место не остался бесследным для каждого из нас. Будем молиться, друзья.